Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников Джеймс Гилрей. Британский художник, гравер, более всего известный как автор сатирических политических карикатур. Большая часть которой была написана им в период с 1792 по 1809 годы. Для большинства его произведений характерен большой гротеск и яркая палитра красок. Я пользуюсь Википедией. Родился в 1757 году в Челсе, районе Лондона, в семье солдата. С детства увлекался гравировкой. В юности некоторое время бродяжничал, однако затем вернулся домой и поступил в Лондонскую Королевскую Академию Художеств. Подрабатывал гравировкой. Предполагается, что многие свои ранние гравюры он подписывал чужими именами. Относительную известность получил в 1782 году после публикации двух карикатур о победе адмирала Родни над французами. На протяжении всего своего творческого пути сожительствовала с издательницей мисс Хамфри, на которой, однако, отказался жениться. Она в своих магазинах организовала продажи его гравюр и всегда выставляла их в витрины. Мишенью для высмеивания Гилрея становились многие представители британской аристократии. Король Георг Третий, французский император Наполеон Первый. Согласно одной из легенд, когда Георгу Третью показали одну особенно обидную карикатуру Гилрея на него, он презрительно сказал, что не понимает подобного искусства. Узнав об этом, Гилрей якобы нарисовал еще одну карикатуру, на которой король рассматривает картину. После начала Великой Французской революции Гилрей стал более консервативен, высмеивал в своих работах в основном французов, прославляя при этом Англию в образе Джона Буля, которого, как считается, он же и придумал. Частой мишенью насмешек Гилрея был также Чарльз Джеймс Фокс, лидер радикального крыла либеральной оппозиции в годы продолжительного доминирования Тори. Его работу выполнен с помощью различных техник, афорт, акватинг, иногда с помощью пунктирной техники. Известно, что он был поклонником творчества Уильяма Хогарта, поэтому развивал в своем творчестве его мотивы. Считается одним из создателей политической карикатуры как самостоятельного направления в живописи. Среди его работ имеются как политические, так и социальные карикатуры. В 1806 году начал терять зрение, поэтому последнюю свою карикатуру нарисовал в 1809 или в 1811 году. В последние годы жизни страдал от душевного заболевания. Умер в возрасте 58 лет в 1815 году. Ну вот и все. Вкратце о британском художнике и гравюре, авторе статирических политических карикатур Джеймси Илреи. Пока-пока, до свидания.